В мире есть множество типов операционных систем, начиная от самых популярных и узнаваемых по типу Windows, ядра Linux и macOS, и заканчивая необычными по типу Хайку, TempleOS и CalibriOS. Но вы когда-нибудь слышали о ChromeOS или же ChromiumOS? Если очень кратко объяснить её суть, то это браузерная операционная система. Также существуют и компьютеры от компании Google, Chromebook, а со временем народ это даже сделал как отдельный вид компьютеров с этой системы на борту, под названием Chromebooki, как и сама OS. Тот, кто смотрел когда-нибудь новогодние видео Дмитрия Бачила, могли видеть, что на столе при нём всегда был Chromebook от Asus с ChromeOS на борту. И вот совсем недавно, в июле 2021 года, Google выпустила ChromeOS Flex – ответвление от основной ChromeOS, оптимизированное для оборудования устаревших ПК и Mac. ChromeOS Flex предлагается как вторая жизнь для парка старых компьютеров на предприятиях и в учебных заведениях. В конце концов, мне стало очень любопытно и интересно, а что это OSSE представляет? С чем её, как говорится, едят? В этом видео мы рассмотрим ChromeOS Flex, установим её, пошагово запишем систему на флешку и кое-как её исследуем. Что ж, я думаю, давайте начнём. Перед тем, как приступить к самой ChromeOS Flex, давайте кратко углубимся в историю этой системы, как она принялась и с чего вообще всё началось. А началось всё ещё аж в 2009 году, когда 7 июля Google анонсировала новую на тот момент систему. Позже компания заявила, что ChromeOS будет выпускаться не на персональных компьютерах, а только на нетбуках, которые тогда имели какую-никакую актуальность. На презентации системы технический директор ChromeOS говорил, что операционная система потребляла в 60 раз меньше дискового пространства, чем последняя на тот момент версия Windows – Windows 7. Напомню, что по официальным системным требованиям к Windows 7 требовалось от 16 до 20 ГБ свободного места на жёстком диске, в зависимости от разрядности системы. А для полноценной работы ChromeOS требовалось от 1 до 3 ГБ. После презентации системы исходники ChromeOS были выложены в открытый доступ под именем ChromiumOS. Различия между Chromium и ChromeOS незначительны. Если первая полностью существует в виде исходного кода и не включает в себя никаких проприетарных компонентов, то вторая включает в себя сервис Google в комплекте. ChromeOS с самого начала была основана на базе дистрибутива Gentoo GNU Linux и проекта ChromiumOS, который основан на том же самом ядре – Gentoo. На конференции Google и ООО компания Google объявила о предстоящем выпуске двух моделей Chromebook от Samsung и Acer. Ноутбуки с ChromeOS на борту от компании Samsung вышли 15 июня 2011 года, тем самым эта дата стала днём рождения этой системы. Ноутбук от Acer вышел слегка позже, в июле 2011 года. Такие устройства в народе получили название Chromebook. Но до Samsung и Acer в 2010 году был прототип Chromebook, по сути самый первый из первых – Google CR48. Google рассылала его заинтересованным в этой системе разработчикам, школам и компаниям. Этот агрегат содержит в себе 12-дюймовый экран, Wi-Fi и 3G адаптеры, слот для SD-карт и VGA вход, а в качестве накопителя здесь установлен SSD. Вероятно, здесь установлен процессор от Intel, однако какой именно – нигде не сообщалось. Ни какими-либо наклейками, которые точно обозначают модель процессора, не в BIOS. В первых версиях ChromeOS можно было устанавливать лишь несколько приложений, которые поддерживали нативный запуск, а остальные приложения для ChromeOS были всего лишь веб-расширениями. Спустя год после выхода системы на рынок выходит глобальное обновление, благодаря которой ChromeOS отошла от своей первоначальной концепции операционной системы браузера и стала больше похожей на настольную операционную систему. Кроме этого, здесь появилась поддержка недавно запущенного сервиса Google Диск и была прекращена поддержка Adobe Flash Player в самой системе, но в песочнице ChromeOS Flash Player оставался. С 2014 года система стала поддерживать синхронизацию с мобильными устройствами на платформе Android, в том числе и возможность запускать приложения с Google Play. И данное нововведение, на мой взгляд, уже начинало повышать привлекательность ChromeOS в глазах обычных пользователей. В том же 2014 году система получила новый дизайн в стиле Material Design. С версии ChromeOS 69, которая вышла в 2018 году, появилась поддержка виртуальной машины на основе Debian GNU Linux. По словам Google, это позволит использовать студентам, изучающим языки программирования, различные средства разработки и приложения в специально изолированной от ChromeOS безопасной среде. Кроме оригинальных ChromeOS от Google существовала ещё и CloudReady OS от компании NeverWare. Основной идеей этой модификации – превращение устаревших и маломощных ноутбуков на базе x86 процессоров в хромбуки. А в 2020 году компания Google тихонько покупает эту же самую компанию, которая разрабатывала этот же сам дистрибутив, и тем самым в 2020 году на базе этой системы выходит ChromeOS Flex. ChromeOS занимает долю в более 5% рынка операционных систем в США, а если брать планку в весь мир, то там выходит 1,1%. Операционная система активно разрабатывается и обогащается новым функционалом. А где же используется ChromeOS? В частности, кроме хромбуков она нигде не используется, однако в принципе никто и ничего вам не мешает накатить эту систему на свой ПК самостоятельно. И как уже было сказано ранее, ChromeOS занимает долю более 5% рынка в США, а если брать планку в весь мир, то там выходит 1%. Система популярна в различных учебных заведениях США. Ну что ж, об истории максимально кратко я вроде бы рассказал, а теперь можно приступить к записи установочного образа на флешку и установке этой системы на реальный ПК. Где это всё можно скачать? Нет, это не скачивается с официального сайта, как вы могли подумать. Для этого вы идёте в Chrome Store, ищите там приложение утилита восстановления Chromebook и скачиваете его. После этого вы его открываете и собственно появляется стартовый экран приложения, в котором написано, что вам потребуется USB накопитель или SD карта объёмом не менее 8 ГБ. Вставляем флешку в компьютер и идём далее. А дальше мы вводим модельный номер хромбука или выбираем его из списка. В моём случае у меня хромбука нет, поэтому я выбираю производителя как Google Chrome OS Flex и собственно почти одноимённую модель Chrome OS Flex. Позже выбираем нашу флешку, напоминаю, что её объём должен быть минимум 8 ГБ и далее нам сообщают о том, что сейчас будет скачен и записан полноценный образ Chrome OS на указанную флешку и все данные, которые находятся на флешке будут удалены, а сама флешка будет отформатирована. Нажимаем создать, ждём окончания скачивания и записи. В большинстве своём время создание загрузочного образа зависит от скорости вашего интернета. Лично у меня она создавалась от начала до конца за 45 минут. После всего ожидания у нас имеется флешка с полноценной Chrome OS, но теперь, как мы всё записали, можно приступать и к тестированию на реальном компьютере. А проверять мы это всё будем на ноутбуке от ASUS F80L. Этот ноутбук был выпущен в 2007 году с операционной системой Windows Vista на борту. Этот ноутбук имеет 2 ГБ ОЗУ и двухъядерный процессор Intel Pentium T3200 с тактовой частотой в 2 ГГц на М478 сокете. Материнская плата этого ноутбука позволяет беспрепятственно произвести замену не только Wi-Fi модуля, жёсткого диска или оперативной памяти, но и целого процессора. Жёсткий диск здесь на 160 ГБ от компании Seagate. Дисплей здесь на 14 дюймов с разрешением 1280х800 и форматом 16х10. Дискретной видеокарты здесь нет, имеется только встроенная графика от Intel. Сейчас на этом ноутбуке установлено 3 ГБ ОЗУ и им раньше активно пользовался мой отец. Но сейчас мой отец ноутбуком не пользуется. Ноутбук по сути бездействует и поэтому я решил, что буду тестировать Chrome OS именно здесь. А на виртуальную машину по типу VMware и VirtualBox установить эту систему не получится, попросту происходит цикличная перезагрузка. Ну что ж, стартуем. Система запускается на этом ноутбуке, если считать от появления чёрного экрана до появления логотипа Chrome OS, за чуть меньше чем 5 минут. Такой выходкой я был, мягко говоря, обескуражен и меня заставило взглянуть на системное требование. А системное требование у iOS следующее. Процессор x86-64, 4 ГБ ОЗУ и 16 ГБ место на жёстком диске. Постойте, а это точно для старых компьютеров вообще? Либо ноутбук из 2007 года является уже более чем старой компьютерой, или у меня просто понятие размылось. Ну окей, не важно. Что имеем, то имеем. После запуска нас встречает окно настройки, где нам предлагают выбрать язык и раскладку. Далее нам предлагают выбрать два варианта. Либо попробовать полноценную Chrome OS Flex прямо сейчас с USB накопителя, либо установить её на свой ПК. Я хочу нормально её установить, поэтому выбираю второй вариант. Но здесь я столкнулся с кое-каким неприятным для меня минусом. Здесь вам не дадут как-либо разметить и выбрать раздел на диске, чтобы туда установить Chrome OS. Система сотрёт весь диск и возьмёт всё дисковое пространство под себя. Шедеврально, ничего не сказать. Но ничего страшного, бэкап жёсткого диска у меня имеется, поэтому для меня не будет проблемой всё восстановить назад. Но перед форматированием нас два раза предупреждают и заставляют задуматься а-ля «А точно ли ты хочешь отформатировать весь диск? Оно тебе надо?». После соглашения с удалением всех данных начинается установка системы. Нам говорят, что установка займёт до 20 минут и когда она будет завершена, компьютер будет исправно выключен. Кстати, плавная анимация колёсика, которая здесь показывается, является обычным видеороликом, и этот сам видеоролик можно приостановить. Кому как, но мне это показалось забавным. После установки системы мы уже грузимся с жёсткого диска, ждём окончательной загрузки и видим первоначальную настройку. Снова. По классике выбираем язык, раскладку и жмём «Далее». И вот здесь нас попросят подключиться к сети Wi-Fi и принять условия использования. Позже система проверит наличие обновлений и спросит, кто будет использовать этот компьютер – вы или ваш ребёнок. И если вы укажете, что этим компьютером будет пользоваться ваш ребёнок, то там появится возможность установить родительский контроль. Далее нас попросят войти в аккаунт Google или включить гостевой режим. Лично я войду в аккаунт Google, мне это совсем не трудно. После входа в аккаунт система предлагает всякие синхронизации, связать компьютер и телефон в единое целое, то есть с компьютера можно отправлять смс, использовать интернет с мобильной сим-карты на ПК и прочие интересные фичи. Но мне это всё не нужно, поэтому я просто это пропускаю. И ура! Система установлена! Перед нами появляется главный экран и открывается приветственное окно, содержащее советы и различные справочные по этой системе материалы. В общем, начнём мы, пожалуй, с рабочего стола. Здесь нет никаких значков, да даже создать ярлык-приложение на рабочем столе не предоставляется возможным. Нет такой функции. Главное меню выглядит вот так. Строка поиска и пять последних запущенных приложений. Однако меню можно развернуть на весь экран, и мы увидим список всех установленных приложений в системе. В правом нижнем углу находится центр уведомлений и настройки. Выглядит она почти точно так же, как в Android. Там мы можем управлять Wi-Fi и Bluetooth сетями, включать режим «Не беспокоить», ночной режим, включить запись экрана и настроить раскладку клавиатуры. Нише находятся ползвуки для управления яркостью экрана и громкостью звука. Вверху панели красуется аватар нашего Google аккаунта, кнопка выхода из аккаунта, выключения, блокировки и кнопки для открытия настройок системы. Кстати, экран блокировки в этой системе выглядит вот так. Для входа обратно вам нужно ввести пароль от своего Google аккаунта. Рядом с центром уведомлений находится Phone Hub. Это как раз таки то, о чём система нам предлагала вначале настроить. Приложение для связки телефона с нашим ПК. А теперь я предлагаю плавно перейти из осмотра интерфейса системы к штатным программам. И начнём с самого основного элемента этой системы – браузера. Здесь, естественно, присутствует Google Chrome. Было бы очень абсурдно, если бы по стандарту шло что-то другое. Кроме браузера здесь идёт стандартный набор сервисов от Google, начиная от Gmail и YouTube, завершая календарём и Google Диском. Но все они по сути открывают веб-версию этих сервисов. А что в плане нативных приложений? В плане нативных приложений имеется следующее. Приложение камера. Так как в ноутбуке веб-камеры нет, приложение так и застынет на загрузочном экране, поэтому интерфейс рассмотреть не получится. Да и моё лицо тоже. Приложение настройки. Вот тут интерфейс очень приятный. Все настройки одним списком, но при этом слева имеется разделение на группы, нажатие на которых проматывает к нужному разделу в едином списке. Калькулятор. Простой, удобный, ничего лишнего. Буквы вроде должен вставлять. Хотите скачать что-нибудь интересное? Не беда, здесь имеется Chrome Web Store. Все же предлагаемый список приложений слегка скудноватый, но вполне пойдет. В меню также имеется папка приложения для Linux, в которой содержится терминал, но при его открытии нам предлагают перейти в раздел для разработчиков в настройках, однако есть одно но. Его почему-то нету. То ли это я дичайше затупливаю в этом плане, то ли тут просто недоработка со стороны Chrome OS. Запись экрана. Вполне удобная штука, но это не только запись экрана, но еще и приложения для создания скриншотов. В целом, со стандартными приложениями мы закончили. А можно ли здесь запускать Android приложения? К сожалению, нет. Chrome OS Flex не поддерживает запуск Android приложений и Google Play. Увы и ах, печально, я сам это хотел. Вот обычный Chrome OS, пожалуйста, спокойно поддерживает, даже инструкция по запуску в официальной справке Google имеется. Ну-сс, и что мы имеем в итоге? Мне кажется, что это OS, к сожалению, не взлетит в потребительском кругу пользователей. Некоторым может не понравиться слишком большая привязанность к сервисам Google, некоторым может не понравиться маленькое количество доступных для Chrome OS приложений, а некоторые так вообще попросту не увидят какого-либо смысла в этой системе. Однако, для компьютера, который выполняет роль попечатать документики да в интернетике посидеть, я думаю, этой системы даже более чем хватит. И поэтому, по традиции, хочу спросить именно вас о том, что вы думаете об этой системе? Рискнули бы её поставить на свой ряд ЛПК? Какое бы применение этой системы нашли для себя именно вы? Да и вообще, каков ваш вывод? Буду очень рад услышать ваше мнение в комментариях. А на этом всё. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Будет очень приятно увидеть вашу активность. Все музыкальные композиции и ссылки на социальные сети указаны в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова